По прогнозам синоптиков, зима будет теплой, но снежной. А это значит, обильного таяния и жидко непроходимой массы на дорогах не избежать. К таким условиям необходимо готовиться заранее, предусмотреть нужное количество инвентаря и тяжелой техники, при необходимости привлекать дополнительные силы. Подрядчик привлекает через субподряд дополнительные силы и средства. Кроме того, мы в случае необходимости самостоятельно проводим короткие закупки, так называемые 600 тысяч, то есть закупки до 600 тысяч рублей, которые позволяют буквально за 1-2 дня разместить заказ и заключить соответствующий договор. В нашем округе дороги обслуживают 7 подрядных организаций. Частоту обеспечивают 124 единицы техники, тракторы, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры. Уже закуплены противогололедные реагенты. Должен отметить, что дефицит в принципе в противогололедных материалах не существует. И контракты, соответствующие на поставку заключенные, в случае необходимости поставщики оперативно противогололедные материалы поставляют. Но в ближайшее время снегопадов не ожидается, поэтому на первый план выходит подготовка к заморозкам. Переход через ноль – это, конечно, еще и дополнительная нагрузка по содержанию дорог, по ремонту. Мы понимаем, что было проявляться ямы. Их нужно будет, несмотря на нулевую или минусовую температуру, ремонтировать. Если учитывать опыт прошлых зим, можно максимально хорошо подготовиться к предстоящей, уверен Андрей Иванов. Причем не только к стандартным ситуациям, но и к аномальным условиям. К тому же положительная тенденция уже есть. За этот год количество обращений на портале Добродел по уборке снега и наледи сократились на 35%. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.